Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, Вечный зов, добра и света, Вечный зов, родной земли. Внимание, участники соревнований! Равняйся! Отставить разговоры! Внимание, участники соревнований! Равняйся! Сверху! Шагом! Марш! Заводим, заводим! Субтитры создавал DimaTorzok От толков до наших дней От солдат и на подростков Верный кровь и без своей Можно оставить две ширины, чтобы компактней стоять Пожалуйста, младшие ребятки, проходите вперед Перед старшими становитесь Старшие позади, все видно, слышно, хорошо Война Внимание Товарищи участники соревнований Товарищи студии Товарищи родители Гости Рады увидеть вас на нашем мероприятии Мы постарались сделать все хорошо, культурно Чтобы было всем красиво и душевно Но у нас были предварительные поединки А сейчас торжественное открытие Итак, внимание Участники соревнований Равнись Сверно На флаг Российской Федерации Под гим Российской Федерации Сверно Всех прошу встать И я, священная наша держава Красивая, любимая наша страна Равнись 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 Равний Сверхир Сверхи Равнись 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 В первой очередной годовщине битвы под Москвой, дню чествования великого благоверного князя нашего святого Александра Невского, коего имя носит военно-спортивный клуб имя Александра Невского, объявляются открытыми. Рады видеть вас, уже были хорошие достойные поединки, но дальше, я думаю, они будут только лучше, лучше и лучше. Соревнования наши посвящены многим датам, знаменитым награмотам, которые получат победители-призеры. Вы сможете лицезреть имена наших великих героев, те, которые прославились в реках, начиная от Александра Невского, Дмитрия Горского. Памятные грамоты будут прекрасные, у всех останется что-то хорошее. Поэтому соревнования непростые, на самом деле, они уже много лет подряд идут в декабре месяце. Почему? Ну, много или мало времени прошло с тех великих побед, наверное, уже много, но в историческом масштабе, наверное, немного. Но, помню, 1941 год, когда враг стоял перед стенами столицы, мог лицезреть башни Кремля. И вот, 5-6 декабря, как раз, в очередную годовщину честного великого нашего освободителя от набегов немцев, от захватчиков немцев, состоялось, началось контрнаступление советских войск под Москвой. Поэтому страна наша и правительство собрали силы и дали отпор агрессору, который уже собирался праздновать победу, завершить эту войну, взятие Москвы, ее затопление, уничтожение всего русского народа. Но, тем не менее, силой духа русского народа, с помощью божьей врага уловой забросили от стен столицы, и это победное шествие с великими, конечно, жертвами продолжалось аж до самого Берлина. Поэтому не просто так события происходят. Совпало и наступление, и победа первых наших войск именно в день честования Александра Невского, великого нашего святого. Поэтому и глупость, название такое должны люди, которые состоят в этом клубе, которые прикасаются к этим соревнованиям, осознавать свою ответственность перед будущими поколениями, становиться такими же достойными защитниками земли русской, как были наши славные предки. Слово, значит, представляю судейскую бригаду. Товарищ судьи, пожалуйста, встаньте сюда все. Судья на ковре. Студеники Вячеслав Алексеевич, мастер спорта по рукопастному бою и специальным видам спорта. АПЛОДИСМЕНТЫ Боковые судьи. Сафронов Олег Викторович, кандидат в мастера спорта по рукопастному бою и специальным видам спорта. Федерации русского боевого искусства. Секретарь Лихачев Евгений Михайлович, кандидат в мастера спорта по бою и специальным видам спорта. Федерации Антропов Алексей Алексеевич, кандидат мастера спорта по боевому самбо, инструктор Федерации. Кроме того, представляю почетных гостей сегодняшнего мероприятия. Уже традиционно к нам приезжают не первый раз представители Союза десантников Ярославской областной организации, руководителем которой является Палачев Андрей Владимирович, он полночный представитель Союза десантников Ярославской области. Ладонов Павел Евгеньевич, руководитель Рыбинского отделения клуба «Десантник». Чарков Станислав Владимирович, член комиссии по патриотическим вопросам при Кубе МВД России. Отец Вячеслав, настоятель граммов патриотического подворья, что в Зарядии, тоже наш старый главный друг и покровитель нашего друга, духовный, так сказать. Будь я, уж покорный звук, а не скинули в Викторовича. Кроме того, представляю врача наших сегодняшних соревнований, Стрижакова Екатерина Юрьевна. Она нам тоже помогает. Мы хотели, чтобы помощи не было меньше, конечно, в наших соревнованиях, но, тем не менее, когда мы готовы, мы, значит, подстрахованы. Итак, слово предоставляется представителям ВПК-десантник Палачеву Андрею Владимировичу. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые основные из жителей города Москвы. Огромный вам привет с города Ярославля и из Рыбинска, с нашего отделения. Что хочется сказать, я горжусь тем, что мы состоим в этой федерации русского боевого искусства, что на протяжении многих лет мы продолжаем носить камуфлированную форму, что именно благодаря этой федерации наши ребята уходят служить в основном. Это валидные воздушные санэй войска, морская пехота, спецназ ГРУ, ОМОН, СОБР. Ну, по крайней мере, у нас за 16 лет уже 32 офицера. Самое основное наше училище – это Александрское командное воздушное училище. Поэтому очень приятно приезжать к своим друзьям, старшим, наставник Олег Викторович Кисов, который является также полковником главного разведуправления, если кто-то не знает. И хотелось бы только сказать одно здорово, что есть такие мальчишки и девчонки, независимо проиграют они здесь, выиграют они уже выиграли то, что они пришли в выходные дни. И как бы вот та пидоросля, которая на улице лазит и позорит нашу великую родину Россию, ее здесь нет и быть не может. Ребята, спасибо вам и низкий поклон за то, что вы здесь есть. Ну и рады вам, соответственно. Спасибо. Слово предоставляется Шалкову Станиславу Валерьевичу, члену Комиссии по делам молодежи и патриотизму МВД России. Дорогие друзья, 76 лет назад наши деды и прадеды в царе, в ревды и прошли парадом по Красной площади. И прямо с парада ушли в атаку. Этой атакой, скорее своими душами, силами душами русского духа, сплотившись, они показали всему миру, что значит русский человек. Отбросили фашистского оккупанта от стен нашей столицы. 76 лет назад в эти дни по всему миру грохотала Сталинградская битва. И весь мир содрогался. Что же будет? Что эти русские опять сделают? И мы в очередной раз победили. И мы помним слова, которые прозвучали на Красной площади. И пусть вас вдохновляет в этой великой борьбе мужественный образ великих предков. Были названы имена этих великих предков. Александр Невский, который в 1242 году под великом побольше сделал, сплотил русский народ. И все остальные герои, как вы сегодня увидите на своих благодарностях, они сегодня стоят вместе с нами в этом строю. Вы предки ваших великих дедов и прадедов, которые передали вам эту родину, защитив от всех наносительных нападков. 612 год, 812, 17, 41, 45 и так далее. Эти великие даты победы ваших дедов, ваших прадедов, которые сегодня здесь, в вашем лице стоят в этом строю. И вы гордость и слава всех наших предков и всей нашей Родины. Мы все желаем вам искренней победы. Уже правильным голоскам, что вы сюда пришли, вы уже победили. Вы тренировались, только как вы готовились. И это великая победа великого русского духа, который сегодня нам все покажете. С праздником! Приветственное слово предоставляется отцу и славу. Спасибо, Олег Викторович. Мне очень приятно находиться в этом зале, на соревнованиях. Что мне хотелось бы сказать, без лишнего пафоса, что вот эти ежегодные соревнования ребят по, сейчас это называется, твоему мастерству, это, конечно же, есть признак медленного возрождения нашего общества от смерти в живот. Вот, просыпается дух, просыпается муж, просыпается в ребятах желание, чувство быть сильным, быть нужным, полезным. Во многом это, конечно же, заслуга родителей их, поскольку они заметили, что если дело бросить, но самотек, то мы лишимся через какое-то время мужского населения. Такое, каким оно должно быть изначально по замуству его дворца. Наверное, родители по себе это ощущают, что им, они сами, что-то в своей жизни сделали неверно, и хотя бы своих детей попытаться воспитать, ну, на первый взгляд, казалось бы, правильно. И в этом очень хорошо. Но то, что у нас в рядах этих спортсменов стоят девочки, это есть свидетельство еще болезни нашего общества. Если женщины встают в строй, чтобы защищать Родину или готовятся, это и есть болезнь наша с вами. Вот, это, к сожалению. Но сейчас такое время тяжелое, поэтому, наверное, и это тоже нужно. Вот, мне хотелось бы всех поздравить с сегодняшними соревнованиями, каждый раз это всегда праздник. Хотелось бы напомнить, я сейчас много говорила о том, что вот победа русских войск под Москвой 41-го года вот явилась вот таким примером вот русского духа. Но, может быть, не все знают о том, что перед этой победой вокруг столицы нашей Родины была крестным облетом, так сказать, облетела на столицу иконы Божьей Матери Казанской, чудотворное, из Казанского собора, что на Красной площади. Вот этот крестный облет в самолете вокруг столицы перед тем, как решающая схватка вступила в свою завершающую фазу и закончилась поражением наших врагов, это и есть свидетельство того, что Бог промышляет, а Россия еще не оставила ее в то время. Вот, и Он, видимо, спасая нас с вами, вот у нас, те, которые сейчас в это время живем, живут, обеспечил вот эту победу. А символ ее явилась как раз победа накануне Дня памяти великого полководца Александра Невского, если кто не знает, схеме Алексея. Он закончил жизнь монахом, приняв схему. Ну и у нас, знаете, у нас по нашей православной традиции мы всегда все освящаем, если вы знаете кто, то мы освящаем не только оружие боевое, мы освящаем и технику боевую, но мы освящаем еще и воинов. Кто не будет возражать, я сейчас проведу всех, закрепил водой зелитой, вот, чтобы Господь дал вам силы, малодушных укрепил, вот, маловерных верю утвердил, вот, поверить в свои силы. Кто смущается, может сделать шаг назад, это не должно никого не быть вас затруднителем. Сейчас я пройду вдоль струя. Спасибо. Дальше родители тоже можете, кого есть необходимость окрепить, вы тоже можете стать поближе, кого не нужно, значит, можете стать подальше. Пора вставать. Пора вставать. Внимание, участники! Ролись! Сирна! Нали! Шага! Марш! Готовимся к дальнейшим проявлениям! Готовимся к дальнейшим проявлениям! Готовимся к дальнейшим проявлениям! Шестакову Вячеславу Николаевичу за футболизацию здорового, за жизнь, активное участие в общественных предприятиях на праве на гражданах и сквозь детей, молодежи и местного населения, на примере героизма и мужества воинов России, мощи и славы русского оружия. Ну и для всех хочу сказать, чтобы просто знали, что отец Вячеслав тоже полковник вооруженных сил Российской Федерации, поэтому мой друг хороший, вручаю благодарность Спасибо. Продолжаем наши поверенки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Показать активность Красный, 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 активность красный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два Субтитры создавал DimaTorzok 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 можно сказать. Это уже победа. А самое главное для всех тех, кто дошел до конца соревнований, это огромное терпение. Всем молодцы и дети, и родители. Ну что, приступаем к награждению. Итак, участники, значит, выходим вот сюда, на красную линию. 7-8 лет, 32 килограмма. Первое место занял Тимаев Артемов. Второе. Зеленин Алексей. Третье. Малиновский Миша. И третье. Марунов Иван. Аплодисменты. Ставь в строй. Аплодисменты. 7-8 лет, 27 килограмм. Первое место занял Нефёдов Александр. Второе место занял Нефёдов Дмитрий. Третье. Назулоев Руслан. Аплодисменты. Третье. Шехватов Максим. Аплодисменты. Ставь в строй. Аплодисменты. 9-10 лет, 35 килограмм. Первое место занял Кошелев Илья. Аплодисменты. Аплодисменты. Второе. Панкратов Ярослав. Аплодисменты. 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 Третье. Мерзоян Арманов. Аплодисменты. 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 вышедшие лидерами своих, так сказать, заняли по два третьих места, по этого два третьих места. Все остальные тоже есть третьи места, но они уже утешительные, без медали. Так, 9-10 лет, 30 килограмм. Первое место занял Чернигманом Женя. Второе место – Жуков Николай. Третье место – Стоякин Денис. И третье место – Утешительная Федотов Леонид. Мой, мой, я сделал. Встать строй. 7-8 лет, 35 килограмм. Первое место занял Зимин Андрей. Второе место – Косинов Артём. Третье место – Фёдоров Викентин. И третье утешительное место – Копян Баргасав. Ставь строй. Девочки, 7-8 лет, 29 килограмм весовой категории. Первое место занял Светская Света. Второе место – Савина Дарьев. Третье место – Асокина Катя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Встать строй. АПЛОДИСМЕНТЫ 13-14 лет, 55 килограмм весовой категории. Фомин Васильев занял первое место. АПЛОДИСМЕНТЫ Горгий Владислав – второе место. АПЛОДИСМЕНТЫ Нужный Иван – Третье место. АПЛОДИСМЕНТЫ 11-12 лет, рисовая категория 47 килограмм. Первое место занял Артемюк Илья. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место – Иван. Третье – Поповский Иван. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Встать с твоей. Служу боюсь, специалисты в России. Благодарю. 15-16 лет, 63 килограмма. Первое место занял Рождественский Андрей. Второе. Митерев Владислав. Третье. Леву Александрову. Ставь с твоей. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки. 13-14 лет, 60 килограмм. Первое место занял Жукова Карина. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе. Чекалова Мария. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье. АПЛОДИСМЕНТЫ Служу Васильеву. Служу Васильеву. Служу Васильеву. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 9-10 лет, 44 килограмма. Первое место занял Пасков Семенов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СТС-ТРОЯ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 11-12 лет, рисовая категория 38 килограмм. Первое место занял Путрицов Вадим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе. Митель Владимир. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Третье. Головин Дмитрий. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Встать в строй. 15-16 лет, весовой категории 69 килограмм. Первое место занял Харитонов Сергей. Второе место Кутырцев Андрей. Третье место Мильченко Иван. АПЛОДИСМЕНТЫ Служу Союз Десантином России. АПЛОДИСМЕНТЫ 13-14 лет, 70 килограмм. Первое место занял Жулюлев Илья. АПЛОДИСМЕНТЫ Служу Союз Десантином России. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 11-12 лет, 35 килограмм. Первое место занял Жулов Егоров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стать строю. 13-14 лет, рисовая категория 42 килограмма. Первое место занял Целин Иван. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место Морозов Владислав. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первое место 15-16 лет Шамкова Любава. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место Белар Мексенин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Служу своем специальнику России. 7-8 лет, 45 килограмм. Первое место Волкова Полина. Второе место Феортийского Юля. Первое место Феортийского Юля. Одна же место Феортийского Юля. Первое место Февр salи. Первое место Феортийский Юля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и, секундочку, сфотографирует вас. Стой, стой. Благодарность объявляется Додону Павлу Евгеньевичу за публикацию «Здоровый образ жизни», активную часть общественных спортивно-патриотических мероприятий на право реста в патриотическое испытание детей, молодежи, местного населения, примере героизма, хужества, воинов России и мощность и славы русского оружия. Благодарность объявляется Антропову Алексееву за те же самые достижения. Благодарность объявляется Стрижакову Алексееву Александру Александровичу. Стрижакову Екатерине Юрьевне, Шамкову Абарине Васильевне, Сафронову Олегу Викторовичу, Студине Кировичу Александру Алексеевичу, Шамкову Станисавову Валерьевичу, Нелихачеву Евгению Михайловичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В честь 25-летия Федерации Русского Боевого Искусства за активную жизненную позицию, пропаганду, здоровую, за жизнь и развитие русского боевого искусства, российской отечественной системы самозащиты. С уважением, президент ФРВИРОС А.И. Александр Иванович Витюнский, Москва, 17-й год. АПЛОДИСМЕНТЫ Кроме того, ему вручается медаль за вклад в развитие русского боевого искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну здесь еще такая же благодарность от меня лично. АПЛОДИСМЕНТЫ Выпил и памятный значок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушуй России! Поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поднять руку. Внимание, участники. 16 декабря в клубе Вихры в Сокольнику состоятся соревнования по Бомбе Рос. Сапа Тедор. Должны были 17-го, принесли на субботу. 16-е. Также будет с полпятого до полдесятого взвешивания. Все то же самое, только борьба будет в Сокольнику. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать. Над нами благодать.